В столице Коми торжественно открыли региональный этап всероссийской акции «Вахта памяти-2023». В этом году республиканскими поисковиками запланированы полевые работы в пяти боевых регионах нашей страны и Республики Беларусь. Запланирована и большая архивная работа по установлению судеб без вести пропавших жителей Коми СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году 80-летие отмечаем в ряде битв. Планы отрядов выехать в экспедиции – это уже сейчас, в апреле. Будут уже ребята выезжать – это Новгородская область, Ленинградская область. Далее и в Республику Карелия у нас будет ежегодно летом. Также будет очередная экспедиция – это в Белоруссию, Республику Белоруссию, которая была в прошлом году. И в этом году работу мы продолжим. В этом году наших поисковиков ждет множество юбилейных дат. 20 лет назад в Республике появился первый отряд «Северная звезда». Всего несколько энтузиастов. Сейчас поисковое движение в Коме выросло до 180 человек. 23-й год юбилейный. То есть поисковому движению 28 февраля всего года исполнилось 20 лет. События, конечно, для нас грандиозные. Потому что сегодня поисковики – это 12 отрядов. Это очень разная военная география. Но вот в наш отряд «Наследие» имени летчика и истребителя Николая Кузьмича Лошакова мы уже много лет ездим на Калининский фронт. Это Псковская область, Невельский район. Но не могу не похвалиться, сказать, что 8 имен без вести пропавших солдат установлено. Совсем скоро поисковики отправятся на очередную вахту памяти, чтобы снова поднимать тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. В прошлом году более 100 поисковиков из поисковых отрядов Коме ввели полевые работы на территории России и Республики Беларусь. В ходе совместных поисковых экспедиций с поисковиками других регионов найдено 396 бойцов Красной Армии. Установлено 44 имени.